изначально мы то и были лабораторным столом на котором тестировались те в том числе те технологии которые сейчас применяются уже в мировом масштабе против русскоязычного пространства например определенные коэффициенты увеличение количества информационных сообщений информационных точек вброса информации в беларуси и сейчас если говорить о россии так вот эти коэффициенты там одинаковые то есть есть максимальное количество информации который может воспринимать точек вброса информации который может воспринимать аудитория в день и в беларуси оно было достигнуто один раз а в событиях августа оно было перекрыто в 10 раз от 8 до 11 так вот точно такой же коэффициент на самом деле выдается сейчас по россии среднее количество вбросов которые среднее количество информационных сообщений которые шло по дню в российской аудитории в день это тоже просчитывает да это все просчитывает это все технологические вещи так вот возвращаясь с одной стороны я не просто согласен я полностью согласен по внутреннему полю да его укреплять его защищать и если необходимо рубить вопрос другой это же ставит и вопрос о том против кого мы собственно говоря в медийном поле сейчас работаем не украинцы порождают то количество фейков в англоязычной среде которая потом транслируется здесь глиб разным данным мы укрепляем свое здоровье агентство мы же не против кого-то его укреплять это ж наше здоровье а знаете а прививки вот мы делаем очень директивно против 1 против 2 против 3 просто сейчас нам надо выбрать одного конкретного самого большого врага вот прямым текстом уже скажу вот у кого сегодня технологии которые разрушают наше информационное пространство тот сегодня и враг не украинцы не не центральные европейцы даже не континентальные европейцы в принципе на сегодняшний день против русскоязычного пространства играет конкретно крупный американский айти сектор если в реальном поле там англичане больше гадят то на самом деле в медийном пространстве против нас играет вполне конкретно в мировую информационную войну американский айти сектор и вот здесь вопрос о том можем ли мы что-то этому противопоставить если китайцы смогли значит надо выходить на китайцев тем более что китайцы будут во всем этом раскладе следующий как ни крути они прекрасно понимают что последнее событие которое американцы инициировали на тайване и визит главы циру на тайвань и обыск всеми крупнейших фирмах китайских работающих полупроводниковой сфере и так далее и так далее американцы готовят из тайваня вторую украину собственно они сейчас тренируются на украине на территории украины в медийном пространстве чтобы в следующий раз уже серьезно схватиться с тайванем мне просто сын в один часов вечера позавчера позвонил им говорит или вчера мама объясни мне что в буче на самом деле да потому что он в тиктоке эмоции есть как фактуры как сын мой он понимает как сын журналиста он понимает что что-то не так но все что увидели что валится он не ческал я горит все блочу везде горит на все жалуюсь и так далее но это льется таким потоком что хорошо мой позвонил мне сказал да но ведь не всякий позвонит это поколение которое мы фактически ну не то чтобы потеряли но она уже где-то там где мы не добегаем а мы не добегаем нет с вашего позволения вот с ними мы еще бежим параллельно а вот со следующим поколением которые на которые будут воздействовать через ту же метод сукерберга там вообще чистый эмоционально в любом случае нам необходимо очень срочно работать в эти необходимо очень срочно работать уже на два поколения вперед на воздействие через невербалику на воздействие через иные аудиовизуальные приемы в том числе а